Привет, друзья! Сегодня я покажу находку подписчика, такую как бы необычную, интересную. Поисковик нашел ее возле дороги. Он думает, что это одиночный окоп. Но, наверное, оно так, потому что на месте виднее. Но я вот подумал, если окоп, то какой армии? Советской армии или немецкой армии? Потому что находки есть и те, и те. А если не окоп, тогда что? И опять же, чей? Вот давайте вы посмотрите и подумайте, может это сброс, хотя целый, не знаю. Давайте вот вы посмотрите и скажите свое авторитетное мнение. Как вы думаете, это одиночный окоп, сброс или-или? Сцепили яму. В яме были остатки обуви, кекс. Гильза вот такая. Бубен от ППШ. Магазин от МП. Разные детали. Консервы. Ильзы зениточные, стреляные. Ножны ушедшие от СВТ-40 или Т-38. Вот такие гильзы. 76-я наша. И 120-я, наверное, гильзы. И яме показалось. Смотрите, что. Приклад МГ. Дальше идет железяка. Сейчас будем извлекать. Посмотрим, что с него получится. С него покажу. Здесь у нас добавилось фото-магазин пулемета. Втулочка. Гильза латунная. Из зенитки. И вот он, красавец. Без верхней крышки. Со стебелем. Приклад целый. Ручка управления огнем целая. Нету сошек. А так, в принципе, комплектный. Вот такой вот красавчик. А там еще есть одна штука. Красивая. Лежит еще ППШ. Сейчас будем тоже извлекать. Снимать. Показывать. Смотрите. Не переключайтесь. Для справки. Это у нас немецкий пулемет МГ-34. Принят на вооружение Вермарта в 1934 году. И выпускался до конца войны. 42-го года параллельно с пилой Гитлера МГ-42. А вы знали, что в комплекте к нему шел вот такой вот подсумок. Там мог быть еще прицел для разных модификаций. И сразу три ствола. И кофры. И азбистовая рукавица. Ну вот такая вот прихватка. Зачем? Так рекомендовали ствол менять каждые 300 выстрелов от перегрева. А вот скорость реальность была 800-900 выстрелов в минуту. Был как танковый, так и авиа. Но у нас это точно пехотный. Выбита яма. Похоже на одиночный коп. Так. Немного добавилось лама. ППШ. От ППШ остались одни остатки. Был видимо под взрывом. Потом его еще разобрали. То есть осталась живая. Как живая. Сравнительно живая одна рама. ППШ, он же советский пистолет-пулемент системы Шпагина. Выпускался в СССР аж до 1955 года. А потом его заменили на легендарный калашников. Прицельная дальность 200-300 метров. В 1943 году такой стоил 142 рубля. Был очень надежный. Без регулярной смазки, представьте только, мог отстрелять примерно 5000 патронов. Данные находки поисковик пытался отдать в музей. Но оказалось такое никому не надо. Так что пришлось выгласить в глубокое-глубокое болото. Так, дальше попались запчасти. Видимо от рации, разъемы, кнопочки-переключатели какие-то. Вот. Такое вот толстое стекло. Такое вот что-то. Дальше попался, так понимаю, какой-то прицел. Либо артиллерийский, либо минометный. Вот такой вот. Возможно, МГ. Опять же, не 100% возможно. Там стеклышко вот. Вот так вот. Ну и так. Есть хлам, допники. Противогаз. Попалась крышечка от стеклянной фляги советской. Как-то так. Там еще есть сигналы. Будем копать, скрывать, сейчас смотреть. Также, если вы любите все, какое такое из земли. Настоящее, во всей красе. Ссылку на мою группу в фейсбуке оставлю под видео. Мы там часто что-то находим, откапываем, делимся, обсуждаем, определяем. Так что, если вам все это интересно, ссылочка на группу в фейсбук под видео. Подписывайтесь. Будет интересно. Да, дальше больше. Будем еще копать. Говорят, Дима, заброшки будут ближе к зиме. Потому что сейчас с проспонентами не очень, а к зиме более-менее интересно. Есть у меня интересные заброшки, где бабушка ушла за хлебом. Так что подписывайтесь на канал, если вам нужны ссылочки под видео. Если хотите видео о своей находке, есть желание. Тоже пишите, что-нибудь придумаем. До встречи на канале. Пока-пока. Вот такая вот, как бы ноги не свернуть, штука есть у моих подписчиков. Смотрите, капелька. Даже в таком состоянии эта штука может стоить денег. Правда? Вот так, вот такой. Посмотрим и снимем отдельное видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!